Пиноккио возвращается в дом волшебницы. Пиноккио подошел к дому волшебницы и постучал в дверь. Он ждал, ждал. Наконец, открылось окно, и Пиноккио увидел большую улитку. Она сказала ему, Кто там в столь поздний час? Волшебница дома? Спросила кукла. Волшебница спит. Но кто же ты? Пиноккио. А кто это Пиноккио? Кукла, которая живет в доме волшебницы. О, сказала улитка. Жди меня там. Я спущусь и открою дверь. Мой мальчик, я же улитка, а улитки не умеют торопиться. Ночь была очень плохая. Дождь лил, как из ведра. Бедняжка Пиноккио очень замерз и промок. Он ждал улитку час, потом два часа. Он прождал всю ночь. Лишь только утром улитка открыла дверь. The fairy is asleep, she said. Волшебница спит, сказала она. I'm so hungry, cried Пиноккио. Я такой голодный, закричал Пиноккио. Bring me something to eat. Принеси мне что-нибудь поесть. At once, said the snail. Сразу же, сказала улитка. Пиноккио прождал улитку три часа. At last, she came back with a gold plate on her head. Наконец-то она вернулась с золотой тарелкой на голове. There was bread, a chicken and four apples on the plate. На тарелке был хлеб, курица и четыре яблока. This is your breakfast, she said. Вот твой завтрак, сказала она. The puppet was very glad to see these good things. Кукла была очень рада видеть все эти вкусности. He began to eat. Она начала есть. Suddenly, the fairy came into the room. Вдруг в комнату вошла волшебница. You were a bad boy again, the fairy said. Ты снова был плохим мальчиком, сказала волшебница. But I think it will be the last time. Но я думаю, что это будет последний раз. I'm very sorry, said Pinocchio. Мне очень жаль, сказал Pinocchio. I'll be a good boy, and I'll learn well. Я буду хорошим мальчиком и буду хорошо учиться. The fairy was very glad. Волшебница была очень довольна. At the end of the year, she said to Pinocchio. В конце года она сказала Pinocchio. Tomorrow you won't be a wooden puppet. You will be a boy. Завтра ты не будешь деревянной куклой. Ты будешь мальчиком. Tell your schoolmates to come here tomorrow. Скажи своим школьным товарищам, чтобы приходили сюда завтра. They will have breakfast in our house. I'll make 200 cups of milk. Они позавтракают в нашем доме. Я приготовлю 200 чашек молока. I'll buy 100 cakes and 500 sweets. Я прикуплю 100 пирожных и 500 конфет. We'll sing, dance and play. Мы будем петь, танцевать и играть. Pinocchio was very happy, but there is always a but. Пиноккио был очень счастлив, но всегда есть какое-то но. Then the fairy said to Pinocchio. Затем волшебница сказала Pinocchio. Now go and ask your schoolmates to come for breakfast tomorrow. А теперь иди и попроси своих школьных товарищей прийти завтра позавтракать. Come back home at once и сразу же возвращайся домой. I'll be back very soon, answered the puppet. Я вернусь очень скоро, ответила кукла. Pinocchio said goodbye to his good fairy and went out of the house. Пиноккио попрощался со своей доброй волшебницей и вышел из дома. When Pinocchio's friends heard about the cakes and sweets, they all said Когда друзья Пиноккио услышали о пирожных и конфетах, они все сказали We'll come tomorrow. Thank you very much. Мы придем завтра. Спасибо тебе большое. Поехали.